В Калининграде прошел ежегодный фестиваль ретроавтомобилей «Золотая тень Кёнигсберга». Организатором фестиваля традиционно выступил авторетро-клуб. Гости шоу смогли насладиться выставкой вернисажем, состязанием по фигурному вождению, а также конкурсом элегантности, где публика оценивала дизайн и технические изюминки старинного автомобиля, стиль одежды его владельца и мелодичность клаксона. На международный фестиваль съехались около 70 обладателей редких машин из разных стран Европы. Например, этот «Опель» 1933 года достался Леху Хохлеву в плачевном состоянии. Кузовные панели тут навешиваются на деревянный каркас. На реставрацию машину ушло 7 лет. И тут помаленько работаем. На фестивале редко встретишь машины, отреставрированные в ателье. Энтузиасты доводят до ума свои автомобили самостоятельно. Бьюику минуло 90 лет, но все шесть цилиндров работают как часы. И Рышард Рудковский уже 10 лет ездит на все ретро-раслеты за рулем, не помышляя о доставке машины на трейлере. Впрочем, в Калининград приезжают не только гости из соседней Польши. На этот раз приз за самый дальний маршрут в Калининград получил Петер Фрёлих из Бранденбурга. 768 километров проехал он на своем Форде Туинг. А самым старым автомобилем выставки стал другой Форд модели Ти. Спидстер 1912 года, принадлежащий Улару Сувема из Эстонии.